Субтитры сделал DimaTorzok Поклон от всех наших братья и сестер Все молятся и все передавали низкий поклон От Игнатия Тихоновича особенный поклон Вчера я звонил ему, сказал, что еду к Сереже Я проснулся, мне шиба отойти от этого А сколько 7 встал А мне часа 3, только надо в себя прийти Нет, оно же лежишь, оно человек бездавна хипа вернется Да, понятное дело Да, конечно, самое главное, это быть востребованным Когда ты востребован, тогда ты оправдываешь свое существование здесь на Земле Она, матушка, давай, садись Она мне, ну, каждую неделю, может, по два, по три раза Давай, как мне хочется Большая разница То есть и дел, как было хорошо А сейчас вообще не было недостаточно Конечно, ну вот Как говорится, сытый голодного не разумеет Поэтому мы себя пытаемся его состояние приравнять к нашему состоянию Сидеть, что значит для нас сидеть и что для него сидеть Для него сидеть, это работа стопоток, что он делает Это пытки А для нас, да, мы сидим Нам, как дышать Понятно, что хочется Но я вот как раз сколько вот уже разговариваю с людьми, которые Ну, со своими коллегами, да И все больше прихожу к мысли о том, что особенно вот последняя моя беседа была С заведующей баклабораторией генетологического научного центра И она еще больше убедила в том, что Вот в этом состоянии, в котором сейчас сверху находится Оно Есть динамическое равновесие между его внутренней средой и внешней средой, в которой сейчас находится А вот стоит его поместить в какой-то стационар Все пойдет по-другому совершенно в стационаре Там и госпитальная инфекция, госпитальные штаммы Которые непременно придут и усугубят его состояние Так что, с одной стороны, даже и хорошо, что его не берут в стационар Потому что здесь у него своя домашняя флора Своё пружение С ним лежали Необходимость была Ну это да, когда вот уже необходимость Острая необходимость С обеденными с ним два раза лежали И я тут еду и постоянно думаю Прежде всего соблюсти нужно главный принцип медицины, о котором мы потихонечку А теперь уже и быстро забываем А главный принцип медицины заключается в том, чтобы не повредить Примумный нос Вот именно я сейчас думаю Еду и думаю Прежде всего мне не повредить Серёжи Уж насколько я смогу помочь, это только один Бог знает А что сможешь? Тут чудеса только они от Бога могут быть И которые уже неоднократно были Сейчас симфония нет А у меня есть, есть? А, сейчас, сейчас, сейчас Да, у меня есть Да, Виктор Андреевич, у меня Мне, что, я Как я хочу почитать? А я же не могу У меня в штаб целый, вон, литература А возможности нет никакой А лежа, это, по интернету читать тоже нет возможности Я вот начинаю читать, и всё, я и слепну Всё, у меня глаза сохнули Всё, не могу ничего Остаётся только, что есть, допустим То, что В аудио В аудио послушать И Библию, и всё, и Евангелие И Игнатикс, что так слушают потихоньку А не вон Ну, я рад слышать Такой картист есть? Слышал о нём? Я слышал, я не читал Угу Его надо читать Потому что Просто Душа Поёт, когда читаешь И вот там он Благодарение Слава Богу за всё За снежинки За слезу За радость За солнце За звёздки Видите, как я Я вот уже Несколько Двенадцать лет Вот в вере В веру И как бы молюсь У меня Понимаете Я привык Вот уже вошёл В этом Какое-то русло Своё благодарение Вот у меня своё А вот новую Уже как-то принимать Оно уже Не как-то не ложить С него привык Как-то в одном русле Ну, понятно Да, я тебя понимаю Вполне Потому что Вот Я когда Как бы вот Свою молитву Составлялась Она у меня И вот как вот Она составилась Так она и идёт Вот И тут же И благодарение И прошение Да Всё равно Когда читаешь Конечно Даже Не зная Вот допустим Не примеряя Ещё на себе Нельзя Допустим Уже давать оценку Какую-то Надо сначала Примерить Как бы пожить В этом надо Вот А потом уже Как говорится Оценивать Конечно Конечно Я вот всё Хочу Мне Вот И на тех Чего-то Он Молится Как-то А вот она Молитва Я привёз её Вот он молится Вот по этой схеме Которую он берёт Семикратное Семикратное Прославление Бога Семикратное Молитва Вот идеальная Молитва Вот это молитва Вот Мы можем Ею помолиться Вот если хочешь Мы вместе Можем помолиться И сейчас Ей тоже Как скажешь О позже И он Не делал Мы наем Уехали уже И у него Как раз Парень Один заходит И Игнать А вот Как бы Как вы молитесь Там Вот Я сейчас И он Начал Это Всё Как говорится На минут На 15 Он Вот эту молитву Ну Вкратце Всё равно И он Он так Увлёк Ей Прям Ещё Эти чёточки Он показывает Всё Вот Тут у меня Вот так И сегодня Так Ловко Прям Ого Вот они Вот они Голубчики Приветствую вас Да Добрый день Добрый день Рады видеть вас Так Подождите На он приходит Будет даже Фанат Но когда я Думал Вот так Подожди Тут Навключалось Ещё там Много Дискотека Там У вас Так Подожди-ка Всё Тут у меня Где Входить В скайп Ага Вот Раньше У меня Всегда Когда Разговариваю Вот здесь Тут рамочка Была Я видел Как Сижу Правильно Или А сейчас Этого Нету Ну Давайте А вот Вошло Заметили Ну Рад Приветствовать Спаси Христос Я боялся Что Думаю Уйдём В церковь А ты В это Время Позвонишь Ну Не Я Специально Жду Ну Чё Ваши Молитвы Спаси Христос Прибыл Я К брату Дорогому А Как Тебя Там Приняли Ну Отлично Напоили Накормили Ну Так Мамашу У него Главное Душевная Близость Так Да Ну Чё Ты там Нужен Был Или Нет Я Не знаю Это Серёжа Дорог сказать Моя Главная Задача Какая Не Повредить Не Навредить Правильно Он Это Для меня Как говорится Знаете Это Утешение Он Поддерживает Меня Конечно Меня Матушка Ругает Что Ничего Не хочу Ни спортом Заниматься Ни Мыться Не А он Меня Поддерживает А для Меня Это Вообще Я Сейчас Смотрел Ролик Здесь Про Израиль Его Скачал Даже Там Парализованных Как Поднимает Так И делает Ну Совершенно Он Там 20 лет Парализованный Лежал А они Такое Делают Притягивает И даже Она Как В него Нижний Корпус У него Полностью Был Но У него Руки На Костылях И Который Изобрел А для Себя Он Ничего Не Мог Сделать Потому Что У него Разные Инновации В медицине Все Это Применяют Делают Отовсюду Едут К ним Со Всего Мира Ну Сделали Японцы Костюм Такой Сделали Туда Засовывают Человека Парализованного Полностью Вот И Через Головной Но Опять же Вы Не Верите В Это А То Что Через Головной Моз Можешь Управлять Этим Костюмом То Какой Кибер Организм Какой А я Смотрел И думаю А у нас Одно Научиться Болеть Правильно И помирать Я должен Сказать Что Сережа Научился Болеть Все Я вот Сейчас Смотрел Как раз Второй Ролик Здесь Нападение Внезапное Нападение На Россию Со скоростью 20 тысяч Километров С Америки Поднимается Одновременно В одну секунду 15 тысяч Ракет Первый удар Идет Здесь Как отсюда Что Комментирует Генерал Полковник Ивашов Леонид Ну и дальше Показывает Свои Если русские Попытаются В ответ Удар Какой Тогда Так они Термоядерным Уже Добивают И все Это они Планируют Иначе Да Да Я говорю Нигде Никто Не планирует Как Представить На суде Божьем Израиль Все Обрабатывает Все Придумывает Но В конце Должен Сказать И он Умер А Бога Христа Не признали Погибшие Овцы Израиля И такие Они умные Как они Что делают А я все Смотрю С другой Стороны Как оно Дальше Будет Они не смотрят На религию Дескать Помогают Всем Еще Подобного Еще Как Смотрят Здесь Барнаула Одна Должна Была Поехать И Первое Что она Должна Была Отказаться От Христианства Ее Не Приняли Смотрят Да Еще Как Смотрят Хочешь Богат Отдай Душу Ват И Вот Где Что Говорят Вот Я Смотрю Ну Я Не Сужу Просто Рассуждаю Все Говорят Как Они Пришли Как Евреи Там Обрабатывают Землю Мотыгой Там Все Говорят Не Говорят Только Как Погубили Россию Какая Команда Была У Ленина Из Евреев Не Говорят Как Сейчас Ограбили Всю Россию Перегнали В Израиль В Америке Решали Куда Щубайса Поставить Куда Березовска Куда Абрамовище В Один День Стали Безусловно Богат Это Нигде Не Заикаются И Там Разные Институты Думаешь На Какой Счет Все Российская У Вас Судить Господь Будет По Слову Своему А тут Как Будто Ничего Ну Лечили Его Подняли Операцию Сделали Но Все Умрет У У У У Руки У него Не Было Полностью До Плеча 76 Лет Прожил А возьми Сколько Этот Лихачев Академик Лихачев Сколько Он Пробыл И Волков Сколько Они Там В ГУЛАГе Пробыли Это По 20 С лишним Лет А Жили Все По 90 Лет А Эти Врачи Которые Да Ты Сам Знаешь У вас Они Не Жив По 100 Лет Ваш Врачи Только Более Да Даже Не Углова Все Один Там Так Второй Вопрос Думай Что От него Увезешь Какую Пользу Возьмешь Приедешь Что Расскажешь Что Да Виктор Андреевич Вот Сфотографируйся Чтобы Кто Кто Вас Сфотографировал Я У него На Подушке Лежал Там Рядом С Нем На Парни Фотографию Ну что Это Наш Удел Ты во Сколько Утром Пришел К ним В Девятом Часу Ага Сразу Нашел Не 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 Блуждал А Меня Встретил Алексей Брат Друг Сережа Понятно Ну Все У нас Тут Только Ждем Там Снег У вас Да Снег Но Уже Течет По Улицам Течет Потекла Вода Сегодня Говорит Холодно Но Снег Это Сильный Мы С крыши Сбросили У нас Вокруг Храма Она Три Метра Куча Лежит Да Еще Много Снега Было Еще Лежат Сугробы Так Позавчера Позавчера Был Снег Сильный Да Да Тоже Опять Снег Был Вот Так Сидел Уже Одно Приезжает С Украины Борис Поль Но Он Одинокий Один Я Разрешил Ему Никита Как Сын Твой Как Батюшка Игнать Тихоныч Да Нормально Вроде Он Из больницы Вышел А он И не Был Там Ну Как Не Был Ему Там Откачивали Суставы Сразу Тонар И Ушел Он Сразу Приехал Сказал Сразу Приехал Все Рассказал Ему Там Обгололи Безболи Что-то Колено Ударил Какая-то Жидкость Там Там Суставная Сумка Воспалилась Жидкость Набралась Ну Вот так Меня тут Спрашивают Сейчас Вот Если бы Я могу Даже Показать Как Это Говорят Пишут Вот Опа Она Еще Выключила Ну Да Она Вырубила У меня Теперь Этого Надписи Та И Нет А Надпись Хорошая Была Сейчас Я покажу Вот Сейчас Минуточку Одну Ну Такие Вопросы Задают Вот А вопрос Такой Вот Последнее Многие Видео Ваши Смотрю Если бы Все Православные Общины Были Как Ваши То В нашей Стране Была бы Совсем Другая Духовная Атмосфера Маленько Погодя Снова Прислал Игнатий Тихонович В чем Причина Того Что Подвергаетесь Гонениям Со стороны Православных Хороший Вопрос Отлично У меня Никогда Никогда Не будет Спокойного Времени Подыскивается И подыскивается Со всех сторон Это спрашивает Какая причина Я показываю Какая Зависть Пилат Знал Что предали Зависть А они Не знали Спустя Тысячелетия Говорит Стефан Говорит Отцы Наши Предали Иосифа По зависти Патриархи А они Не знали Патриархи Что предавали А чему Завидовать Вот то И оно Завидовать И нечему Но они Никогда Не будут Свободны Они Никогда Не перекратят Насилие Над кем А я Свободен В этом Никому Насилие Не делаю И их Не боюсь Вот и все Им никогда Не быть Как я А какие Они Я не хочу Быть Зачем Мне Это Болотная Психология Мне письмо Пришло Я сейчас Виктор Андреевич Покажу Пришло письмо Что ко мне Из Барнаула Выехал Человек Для того Чтобы Квартира У меня Это самое Отобрать Типа Типа Лапки Я не могу Не боишься Так ты Забирай квартиру Там вместе С Татьяной Ильиничной И с Сергеем Забирай их Везде Сюда Ох Каких Только Разведчиков Не зажлет Он Привязывает Нас К этому Подкосоярскому Да Как он там Миссарио Так ты Не смейся Над этим Делом Это дело Очень серьезное Вот у меня Отец Тихон Дмитриевич Дмитриевич И они Принадлежали Белокринитской Иерархии Оттуда Когда приехали А тут Они Землю Не нарезают Пока Ты с нами Не будешь Это Беспополцы Тержаки Ну он то Не причащается Решил Причащиться Они Рязанские Поехал В Рязань А у него Родной брат У Дмитрия Глухонемой Он приехал Сходил В баню Все С дороги В церковь Сходил Причастился Вернулся Сели за стол А в это время Они как то называют Иван что ли Брат то Глухонемой И кто то Ему помаящило Сказал Брат приехал Отнять дом У тебя Никто не знал Что будет И он За столом У него Он взял с собой Гирьку Гирьку Гирина Вешает И гирька Он только Закричал Мама Он убивает Как ударил И убил Его сразу За столом Это мой Двоюродный дед Убийца Родного Моего деда Убил Так что Это Не шутейное Так что Ты там Смотри Чтобы на тебя Какие родственники Не покусились Кто кому Говорят Служит Тот тому И раб Если они Истины Не служили Они бы знали Что вся эта ложь Это все отвечать надо И они Фабрикуют Дела Это сергианство Сергианство Они везде Предатели На предателя И здесь Они травлю И бога Никакого Они не знают Это даже Ни один мусульманин Ни один буддист Этого не будет делать То есть это Где-то уже Породились С демонами Непрерывная ложь Притом Самая коварная Подлая И отвечать Некому У меня голубок Покажи там его У меня голубок Потом увидите Когда будем ставить Володя снимает Стоит Вот Он здесь вывел Что у меня нынче Здесь Ну Родители Родители я отправил туда Они там уже снесли Яйца Опять парят А он здесь один Я для него являюсь родителем Он На шаг от меня Никуда Вот я с из комнаты Сижу Сейчас разговариваем Спокойно Своими делами занимается Я пошел на кухню Он мгновенно летит на кухню И сидит смотрит Я залажив На ладошке дам У меня несколько семечек Глаживаю по головке Он Клюх к мне между пальцами засунет Это как родители Так кормят И бьют А я его маленько зажму Он головой крутит Маленько погоди Опять сойдет Он меня считает за родителей И куда я не пойду Он на шаг от меня не отстает И сидит на руке Вот Я постелил Постелил бумагу Еще тут От него Отход будет И держу руку А сам в компьютер И он сидит Пере очистит Вот так моя рука поднята Вот здесь вот за столом И сидит На меня посмотрит Спокойно Все Опять же Он теперь к улице Привыкнет Ну вот как только снег сойдет Я его понесу туда Привыкнет Он быстро привыкнет Только чтобы он С чердака научился Слетать Попить воды А не забьют его там Какого-нибудь Он драчун такой Он Просто Боевой очень Ко мне на руку сядет Если я заново Ему семечки подсыпаю Так он раза два долбнет И на меня смотрит Я говорю Боловной Он тогда начинает целовать Вот так Потихоньку Потихоньку Целует Целует руку Тех двух-то Уже отнесли Наглубяки Да Как говорят Громче скажи Брат Ну-ка еще раз Пару Пару уже отнесли С коричневым хвостом Ну так я их На крышу отнес Они уже снесли Там парят Уже-то А это его родители Так родители Главное На шее Чистопородно Синхронно Обе половины Одинаково А мать-то у него белая Она не его породы Она из этих Турманов-то Так он главное От отца ухватил Полворотника только Половина коричневого А остальное от матери А он У него нет хохолка От отца захватил хохолок зато Хохолка нету От матери потерял А сам по комнате летает И охота ему научиться Переворачиваться Ну тут негде На пол разобьется Надо вам это Еще Купить парочку Таких Красивых Есть такие На шее Прям целые Как это называют Пахрома Такие на ногах Такие у них Красивые Есть Они дорогие Да? Они во-первых Дорогие А потом Они у меня на улице У меня были такие Они все замерзли В первый мороз Они не могут И вот такие Хвосты веером Которые опрокинуты И мне кто-то принес Летом И подбросили сюда А они Они летать не могут Совсем Это Такие декоративные А мне-то надо Чтобы они в небо летали Высоку Ну я посмотрел Ну еще Они сидят На пол Не слетят Они не жизнеспособные Некоторые по траве Только ходят Там на гнездо Залетят И все Это специальная порода А мои-то Они сейчас пошел Насчитал я сколько Три Это Шесть Семь Семь Голубят Уже там Перьями покрываются И они Ядреные Такие сидят В прошлом То году Была болезнь У них такая Вертяжка Голова вот так Вот заворачивается И они не могут Погибло тут Наверное Три четверти Голубятни А у меня всего На зиму Было 12 И вот сейчас Они заново Быстро восстанавливаются У голубятников Там есть Целые форумы Там люди Встречаются По всей стране Эти голубятники Это особый И Класс людей Какой-то Касты У них там Дома Они не поймут Приехал этот Кривошейн Он ездил туда На выставку А там Голубедромы Называются По 10 тысяч Голубей держат Голубей Столько 10 тысяч Да Это Но не на продажу На продажу Это большой доход И парень Один год Продавал головку Сейчас я не могу Сказать сколько 5 тысяч долларов Кажется За него Давали Но он не продал Говорит Это Мало А ты не думай Что просто так А я то ни одного рубля За всю жизнь не заплатил И ни с одного Не взял Я просто люблю их Я сам беспородный А Голуби то считай Перемешали Все эти Они держат Порода с породой Никак уже А у меня 5 пород было И все перемешались вместе Вот где какое пятнышко Они рассматривают А я этого ничего не знаю Мне воркает Ласкается Посмотрел И опять за свои дела Я на них еще не тращу Нисколько Потому что все это Второстепенно И дальше того Но для детей Это интересно Я вожу их на голубятни Элемент воспитания Евреи Говорят Вывели Для принесения Жертвы Когда Антихрист Воседет в храме Вывели Специальную породу Коров Чтобы ни одной Рыжей волосинки Не было Для Жертвоприношения Вот То есть У них уже Все там подготовлено Для Поцарения Две Говорят Коровы Такие Две телки Выращенные Приехали уже Равины С Израиля Проверили Действительно Ни одной волосины Нету Рыжая корова Написано То есть Все уже готово Готово Но его нет Они сейчас Объявили официально О приходе Машиаха Уже объявили Официально Собрался у них Кажется 47 что ли Равинов И сделали заявление Он пришел Но это может быть Обманный ход Так что Провознашали уже Не раз Не официально Только в журнале Там пропечатали Да Наше дело Ждать Христа Не Антихриста И придет он С неба Не ужасайтесь Услышите о войнах О военных слухах Всему надлежит быть Вот если я беседовал С Сорокином Один ролик Полтора часа Он только по книге Даниила Вопросы задавал А тут уже От бытия Хорошие вопросы Есть вопросы На которые мы Просто не отвечаем И не надо А почему Америка такая сильная Почему она не нападет Ну там Политологи Рассуждают Ответ один Не приспел сейчас Не время Да Христа хотели взять Говорит То еще не пришел Сейчас его Сейчас его не наступил А наступил сейчас Его взяли уже Не среди людей А в саду Наступил сейчас Развалиться Советскому Союзу Как я говорю Горбачев Руки расхил Я ни при чем Она сама развалилась Так что Надо научиться Доверять себя Богу Господь сказал Я вчера опять Второй раз прослушал Дмитрий Смирнов Этот священник Беседует с Познером Владимиром А тот еврей Хитрый такой Но вопросы задает Хорошие И Ну а я сидел Как бывает Когда Жириновский с кем-то Беседует И везде цифры Выскакит Сколько за него Голосует Сколько за того Так я Познеру Больше номеров дал Единица Он очень умные Вопросы задавал А этот Ну начинал Вроде Иеретики Где так нужно Кирпичами окна бить Совсем Батька не то говорит Кирпичи Окна бить Да тебе-то Тоже будут бить Что посеешь Что и пожнешь И вот сидит Все время Где бы он ни был Все прихлебывает Все пьет Он такой Ну у меня Два таких надо И половинку сбоку еще Тут парень у нее Божья Ему врачи рекомендуют Пить много Жириновского А что говорят Святые Его не интересует Ну в редакции Сидит там 20 минут Ну может быть Что он все Ночью-то как-то Лежит же он Или с него Тещет все время Ну срам один Перед всем народом И непрерывно Хлюпает Сидит Не годится Это Врачи Игорь Андреевич Вот доктор Врач сидит Может у человека Египетическая полнота Быть Может человек Уполнить Ненависим От еды Может Но это Это очень редко Это все же Большая часть Это все-таки Алиментарное ожирение Это Так же Как Сахарный диабет Второго типа Это От чрезмерного Употребления Углеводов Которые Приводят К Атропии Поджелудочной ткани Поджелудочного Диабетского Аппарата И потом Вторичный Сахарный диабет Второго типа Это Неправильный Образ жизни И питания Большая часть То есть Все от Переедания Причина Переедания Да То есть Как бы там ни говорили Сейчас моду Сахарный диабет Первого типа Это Генетическое Обусловление Это редко Это достаточно Небольшой процент Больных Сахарным диабетом Подогнающий Большинство Это все-таки Сахарный диабет Второго типа Это вот Это сейчас Олег Все-таки Больше 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 Признавать Что именно Такой процесс Раздикновения Этого заболевания Это Генез Так называем Испытывали Она питается Солнечной энергией Ну и прислали Специалист Специально Везде Расставили Наблюдательную Чтобы она была В туалет Надо заходить Ну и смотрят Она там В туалет Зашла У нее там Под тазиком Она попила Поела И вышла И как будто бы Просто в туалет Сходила А сама опять Зарядилась Ну потом Ей это показывают Ну вот ты говорила Ты не пьешь Не ешь Там по полгода Ну как же Не пьешь Не ешь Ну раскрылась Афера Да еще Это рекорды Ставит Наша мама Говорила Что душа принимает То и ешь Ну посты то соблюдай Не переедай А то вот У меня обмен Неправильный веществ Да ты не ложи эти вещества И не будет она менять Как попало А то Он наши едут Когда Игорь рассказывает Барабаш А с ним второй там Игорь Только заезжаем в город Он беляшный Скорее Подожди маленько Сбегают Ну непрерывно Если человек жует А днем ложится Еще спать Но еще будет Когда приехали Потеряевку Фигура одна А сейчас смотришь Там два Уже в одном И все это Сердце Там все болячки Все Это нельзя этого делать Ты себя не любишь Ты храм божий А что сделать Дом на Череповецкого комбината Отношение к пище Может быть Двоякое Либо Пища для того Чтобы жить Либо жить Для того чтобы питаться Ну да Мистер Пиквик знает Да А сейчас сколько Посмотрите Эти модели Вот у них Как она Анорексия Ну это крайняя Это опять Это опять Сатанапсию Выворачивает Дали Миллиарды Куда делать Один сразу Я закупаю Юкосы Еще что-то А другой А ты куда деньги будешь Что-то еще что-то Сказал Я гугл закупаю Яндекс Виндоу Все Третья А еврей Сидит Чай Попивает Ложечкой Помешивает Но они тогда А ты-то Абрам Что мне Он говорит А я вам не говорю Что продаю То есть Что они только думают Покупать А это уже давно-давно Ему и принадлежит Ему и не надо говорить Ну тихо Вот общались Я с евреями Общались Они говорят Что все это бред Все это Мировой заработ Все это Ну а иначе Они как Иначе и не будут говорить Ну я вот Общественно Ну не знаю С ортодоксидами Конечно Ну с обычными Евреями Они будут Все виды Шепуха Когда я читал Протоколы Сиренских мудрецов Первый раз У меня волосы На голове Что верится Потому что Что-то четко И полномерно Все выполняется В окружающей Меня жизнь Как можно В это не верить Как можно Это отрицать Они говорят Что это и есть Конечно Какой Мировой заговор Но это Я не верю Ну понятно Что они Евреи А чей же Ну я с евреями Беседовал Я говорю Вы Православные христиане Вы верите Что Христос придет Ну конечно Но вы верите Что перед этим Будет царство антихриста Ну да Ну а как думаете Ему весь мир написано Всякое колено Из их поклонятся Да А кто он будет Ну Святые отцы говорят Что евреи будет Ну как он В один день придет Или он заранее Подготавливать почву будет Он же не цыган Ну да Ну а где эта подготовка Покажите Значит Он должен обладать Всеми средствами Следить Уметь Вот это Разные чипы И другое Я перечисляю Все что есть Руководство И дальше Согласны Ну да Ну а что тогда говорить Суды Прокуратура Средства массовой информации Все должно Сосредоточиться В одних руках И все средства У кого Конечно у тех У которых поставлена цель Цель Вот этот я сейчас Ролик себе скачал Про евреев Как они заботятся Главный фундамент Это семья Как они о семье заботятся Она приехала туда Говорит А тут она девочка Это через дорогу перебежать А у евреев так не делают Она к любой подходит Переведите меня через дорогу А та ведет дорогу И что-то рассказывает Я говорю Ехала И ребенок не пристегнутый В машине Так она говорит Меня раз в 10 остановили Какие-то Не полиция И мне выговор сделали Почему не заботишься о ребенке А если случится то другое Я говорю Прожила в Европе Мне за 20 лет Ни одного замещания не сделали А здесь за один день Сделали 20 замещаний Так это неплохо Что замещания То есть Не безразличные Они заботятся Я с ними переписываюсь Его фактор фамилия И ребенок парализован Или там не хватает Читонов на коляске И они откуда-то переехали Так он Олег его Он говорит Мы получаем за ребенка столько А у него еще там Ребятишек 5 Всей семьей живем Вот так Конечно это деньги Может наши Отсюда перекачали Но они заботятся Заботятся А они все бросают И показывают Как идут занятия И спрашивают А для него такое слово Какое-то А вы знаете Как перевести Но это по-русски Перевести Дерзость Вот это чисто Игрейская черта В ДНК у него Вот он Когда говорит Он доказывает Смело идеи предлагает Вот когда смотришь 12 Никита Михалкова Когда он ушел В сортир Там пришел А ты еще А ты как Ну пошел Там хорошо думается При всех общих недостатках У евреев Есть одно качество Они умеют Задумываться Помнишь Как он сам Все это Еврейские штучки Вот и все У них есть цель И они ее выполнят А у русских Одна цель Как себя уничтожить Главная цель 120 миллионов абортов А у мусульман На 2 миллиарда Ни одного аборта За тысячу лет нет Что говорить Это нация Самопожирающая Я хочу сказать Что это принадлежит Не ко всем евреям Это конкретный Вот Ортодоксальный Вот это Общий Вот Как они себя там Называют Хаббат Или как они там Еще Вот А остальные евреи Для них те же гои Что и мы Вот Это же нельзя Отнести Ко всем евреям Абсолютно Ну тут показывают Сегодня Какие у них институты Как они открывают Приехали в первую очередь Они Израиль Когда поселились В первую очередь Открыли учебное заведение Института И как учат детей Ну надо поучиться У нас еврейка-то была Фаина Соломоновна-то И она говорит За 2000 лет Ни одного еврейского ребенка Неграмотного не было У нас все ликбезы Ликвидации безграмотности Ну что говорить-то Цель Ему сразу говорят Ты Абрам будешь руководить миром Ты готовься А у русских еще не говорят Он от отца научится материться Воровать Да Пить Ну Тут уж говорить даже нечего Со мной патриот Один Лев Лебедев Священник был Там насчет воевать Я когда спросил Вот сегодня тело Ну на эту власть Я бы Дескать Не благословил Так что от тебя ждать Или воевать Или не воевать Он за эту демократическую В кавычках власть Не пошел бы Не благословил бы воевать За любую За любую значит Официально А где воевали-то Пользы-то никакой нету Сколько побили-то Сколько гробов прикатили Ни один в Афганистане Свидетель Егова не погиб Ни один А русских 14 700 гробов Так это говорит Не полная Да данная-то Да 50 что ли тысяч Коллег Без рук без ног У них все целые По три года отсидели И дома Какой Афганистан-то Нигде никого нету Завоевывали Глупость это все Он Дурной приказ дает А ты выполнить хотел Надо верить Богу Бог нам говорит Любите врагов ваших И нельзя защитить Ни под каким видом Советский Союз защищали Он сам развалился Пришло время Сейчас настал 72 года пленения Коммунистической заразы Кончилось И все развалилось И все И дальше будет точно так же Смотри Ассирийское царство Находоносор завоевал Израиль Да кто бы сказал Подошел ты Царь Ассирийский Как порог Иеремия Это когда при нем был Там Навуходоносор Фильм показывает Там Иеремия Ты тоже будешь Уничтожен И царство разрушится За 10 слова Как я сказал Пойдет КПСС Так меня задавили было Пришло время Ушел Но это невозможно По другому Римская империя 1150 лет Простояла И пала Ушла Константинополь Ушел Пал А Третий Рим Это Москва Это Третий Рим Везде Все время Все старые Книги Все говорят А Рим Что такое Рим Пал Пал Вавилон Вавилон Это Рим Это все святые отцы Говорят О Рим Теперь он Тройной Вот и все Она сожжена Будет в один час Хочешь ты Не хочешь Но вплотную Подошло Всем голом Всем гор Я всегда покажу Блудодеяние Напоило Все народы Блудодеяние Вином Блудодеяние Напоила Америка Это Голливуда Вином Блудодеяние Винов Вином Блудодеяние Винов Блудодеяние Это учение Откуда Откуда Башли Все Все вот эту весь плут. Из Америки все пошло. Нет, это духовно. Святые отцы толкуют это духовно. Это учение. Учение третьего интернационала коммунистическая зараза. У Америки нет учения. У нее одно. Это жандарм, это грабитель. Она толкует. А с какого моря купцы будут смотреть на погибающий город? Где Москве? Америка никого не обогатила, брат. Не обогатила. Она ограбила. Весь мир грабил. А Россия всех обогатила. Самая бедная. Я не знаю. Это спорный вопрос. Никакого спора нет. Написано купцы посыпят голову. Такой город от него все обогатились. Обогащение от России идет тысячу лет. Там у них ничего нет. Они отовсюду заказывают. Однозначно, потому что они сейчас сами эти дилеры говорят, что там кастровые пустоты образовались. Чем больше они строят, тем быстрее она провалится. Это все гипотезы. Так думают. Может быть, эти летающие демоны тарелки-то и показывают, а еще нигде нет. Кто его знает? Пустоты там. Я считал про это. Показывают. Главное, что для нас это не что-то, а то, что говорит вином блудодеяние. Это учение. У Америки нет никакого учения. Там только одно. Насчастная собственность, а не только Америка. Америка в нее все тянут. И безжалостно подавляют любое инакомыслие. Я вот сегодня ролик себе заготовил здесь. Там все, которые слово сказали, они работа лишается, уничтожает их. Подряд все. Там длинный перечень. Никакой там свободы нет. Это открыто все говорится. А она никого не обогатила. Это Россия. Возьми весь Варшавский блок и всех кормили, кормили и кормили. Все Асуанские плотины там в Египте строили. Китай поднимали. А самые, самые, самые бедные. Обогатила. Второе надо взять. И дальше семь голов, семь гор. И какое? Москва на семи холмах. Тут все сходится. Все. И потом с претензией на Третье Рим никогда никакой государство, никакой город не претендовал. Кроме Рима. Это его. И в Константинополе Третья Москва. И Пифанин Славенецкий говорит. А Четвертому не будете. Здесь, если нужно, чтобы все сошлось, а о чем-то, то надо, чтобы все пункты сошлись. Я дорогой... Конечно, они не подразумевают Третье Рим под властью православия. Да. Вот об этом и Осипов хорошо говорит. Первые, кто примет антихриста, это русские. Они уже готовы. Царя, искупители и прочее. Он тут и придет. И тут его будут вещать. А на это есть предсказание. Вот надо... Я загадываю, когда еду дорогой там, ну, чтобы мозги-то работали. Я вот догадайте, догадайтесь, какого зверя я загадал, чтобы его отгадали. Ну, я честно отвечу так. Начинать. Хищный или травоядный? Хищный. А разрешается только три ошибки сделать? Хищный. Так. Ага. А он где... Нет, не так. Вы задайте по-другому вопрос. Так. Он живет в горах или в долине? Вот как это... Тогда поиск сужается. Ну, я говорю, в горах, но бывает и в долине. Да. Ну, дальше начинают. И даже уже все узнают и не могут назвать. Я говорю, одно качество. Ни одного дрессированного зверя этого нету нигде во всем мире. Нигде нету. Нету. О, двое жили там, старик со старушкой, которые держали этого зверя. Она у них выросла. А потом глядят их на прогулку, они ее не вывели. И когда к ним пришли, она их обоих съела. Ну, и тогда все догадались. Кто знает, что такое это? Черная пантера. Надо, чтобы все пункты сошлись, а когда говорят, что такое Пал-Пал Вавилон. Нужно, чтобы было вино блудодеяния, чтобы этот город обогатил весь мир, был на семи холмах, ну, и дальше в конце времен, и дальше будет сожжено, ну, все это... Чтобы все сошлось, тогда можем сказать Черная пантера. А не просто саблезубый кирилл. Все, сходишь. Сходится не все опять. Ну, что это? Купцы, купцы глядели с моря на... И печали, что Вавилон пал, пал Вавилон. Они же смотрели с моря на этот город. Да, в принципе, смотреть-то в наше время можно, находясь где угодно. То есть смотреть-то не обязательно вот своими глазами видеть. можно знать это, об этом и сожалеть, что пал этот город. Это хорошо. Ее хорошо смотрят, смотрят. Я вот назвал, какие качества обогащают, блудодеяния на семи горах. И надо запомнить, что этот город столетиями претендует и себя называет Римом. Да. Это нет такого города. Это, считай, с каких времен, там, 1450-го года уже третий Рим, третий Рим, и главное, четвертого не быть. Это только Москва претендовала на это. А Рим – это Вавилон. Это и архиепископ Кесарий Кападокийский, это и там и русский Кирилл. Все одинаково говорят, что это Рим, он писал Ян Богослов. Вот люди едут, вот сейчас в Москву, вот Виктор Андреевич тоже приехал в Москву, говорит, русского населения уже, ну, треть, наверное, осталось. Так, говорит, одни приезжие, черногладые, одни черноголовые. Ну, все, так себя поставили. Русская нация – самая быстро исчезающая с лица земли. На первом месте стоит в мире. И как? И не надо говорить, кто-то гонит или что-то, сама себя уничтожает. Вопреки правительству Менделеева. Чувства самозахоронения не только нету, а все сделано для того, чтобы и преподают, как и разрушение браков, и планирование семьи. Но я говорю, за перестройку 20 лет подсчитано 120 миллионов абортов. Это государство, это Франция. А остальное-то как? Как пользуются тем, что есть-то? Никакой активности нету. У нас, ты сам знаешь, в университете этот, он проректор Семкин, Борис Васильевич-то. Он говорит, я вернулся из командировки, говорит, там сколько-то преподавал, в Китае был. Это быстро развивающаяся страна. Мы только встаем в 6 утра, говорит. А то уже везде молотки стущат, уже все работает. Я сейчас вот посмотрел ролики, называется, я зарядил, прощание славянки. Ну себя посмотрите, прощание славянки и Китай напиши. На китайском языке, и там они парад когда принимают, и музыка звучит, прощание славянки. Как девушки идут, вот только у Гитлера такое было, как один в один, как они идут, какие родовольск показывают, там что-то там. Ну ровно 100 дивизий, 101 дивизия против одной дивизии в России. Ну 101 и 1. И какое вооружение и проще. Почему? И жил себя народ, уходит от этого, и не надо ни скорбеть, ни печалиться. Надо молиться только о том, чтобы люди обратились к Богу. К Богу. Вот так. А раз они Бога не знают, от нас вообще оно не нужно никому. Совсем. А то, что они будут еще оскаляться, и пытаться ощеряться, так а только атомный удар тогда и нанесут. В этих еще ничего этого нет. Они вплотную, вплотную подошли, со всех сторон окружили. И это из кораблей, других ударят. Только наземные у них одновременно выпускают 15 тысяч ракет точечного удара. Ошибка может быть только на один метр. Куда первую очередь поразить, где ракеты стоят, и второе командные пункты. Если Россия попытается атомно это взойти, сразу же бьют атомным ударом. Ну это уже открыто все. Просто откройте и посмотрите. Называется внезапная война, само прочее. А так еще не точно. Но вот только и всего. На Бога надеемся. Благодарим Бога за все. Мы заслужили это. Благословен Господь. Прославляясь семикратно за суды. А это суды его. Суды правды. Я Сережу привез эту молитву. А это что у тебя? Это молитва? Да. Ну подари. Семикратная молитва. Да. Хорошо. Она же есть у вас в этих файлах. Да. Мы даже просто учиться смиренно все воспринимать. Благодарить Бога. Вот сейчас тщательно рассматривает, кто убил Непсова, Бориса, кому это было выгодно. И он там как был, и что это жертва там на Путина. Вчера я смотрю, Смирнов Дмитрий сидит. Да, алло. Слушай, он за столом сидит. Вот вы мне скажите, вот как можно молиться за здравие, если он совсем не верующий? Он сидит, слушает, там пьет чай. Ну, за человека, у которого руки по локоть в крови. Гляжу, он насторожился. И вы знаете, отец Дмитрий, я же говорю о Путине. Подошла. Все это ролик записано у них. И он, ну как? Он не решился не оправдывать ничего. Ну, вот так вот, перекрестился где-то вот здесь, вот так вот, чуть-чуть. Ну, Господи, помилуй, скажите. Научил молиться. То есть еще нету. Он не умеет молиться совсем. Да, Путин эта молиция, я не знаю, скажу, что я просто опыт имею. Молиться легко. Я всем говорю. А он молится у меня легко. Я знаю, о чем молиться. Я как песню пою, когда перед Богом стою. Спаси его отечаянной, беспокаянной смерти. На него столько покушений будет, и отравить могут, и что угодно. И чтобы издавал мудрые законы. Чтобы люди познали Бога. Ну, чего нам надо больше-то? Говорят, а вам не надо больше свободы, демократии? Мне не надо, мне хватает. Я проехал везде, и меня нигде не задерживали. Нигде. И показывают русские, где в чем-то виновны были, их за рубежом захватывают. А у Америки договоренность о том, экстрадиция, там 120 государств. Они дома-то не могут его взять. А кто-то поехал в отпуск, его арестовали, там посадили. А потом перевалочная тюрьма у них везде. И все, Бутова там, и другие. Игорь Тихо, а как вы видите, Путин верует в Бога? Как вам видится? Сделает что? Верует ли в Бога Путин? Ну, внешне он вместе с патриархом. Если бы был там истинно крепко верующий, ну, как Георгий Петрович Винц, это у баптистов, который сидел, генеральный секретарь у них, было бы другое. Мне трудно об этом сказать, но я только могу сказать, что это человек с очень искореженной совестью. Очень. Почему? А он где был? В какой структуре? Откуда он пришел? А там по-другому нельзя. С чистой совестью там нельзя служить. А сейчас, ну, приходят там где-то крестницы. Я с ним не беседовал и не знаю. Он как-то выступал. Я ему послал трехтомник, послал насчитанную Библию. И трехтомник, видели, у него в библиотеке стоит. Интересно. Ему спрашивают, он говорит, у меня Библия есть, и насчитанная я послал. Он говорит, когда я в полете где-то лечу, то могу послушать, могу посчитать. Вот пойми он, считает или нет. А могу посчитать. А могу и не считать. То есть он так сказал обникаемо, и не знаю, считает он ее или не считает. Вот так непросто это. При этой должности быть. И ясно дело без масонов, ее бы никто не поставил. Тут дальше надо смотреть. Ему не так просто это все. Моя задача не исследовать его. Мне это не дано. Я могу только молиться. Я знаю, как его звать. Произношу его имя. За Анатолия молюсь. И за Порошенко Петра. Вот сообщили, что Порошенко диакон Православной Церкви Московского Патриархата. Насколько это верно? В интернете. Так если так, так это надежда какая-то есть. Какая надежда? На что? Ну, примиряться с русскими. Да. У него там вся политика. Его готовы временно примирить. Боюсь, его тут же громко. Если вы думаете, что Путин, так сказать, оттуда не без благословения из океана, то это тоже тем более. Но опять же, молиться. Бойко молить, а Бог? Бог. Я молюсь, знаешь как, пробудил Господь царя, и царь этот среди ночи решил почитать, и обратился, и все, и стал на сторону Мордохея. Ну вот. А мы-то тут все читаем Мордохея, со всех сторон по морде бьют. Вы тогда скиньте мне эту роль, что Володя там снимает. Володя снимает. Так, что, отходим? Ну да, а то меня там женщина ждет одна на связи срочной. Так, а что, насчет которой хотел-то прийти Петр-то? Нет у него? Почему нет? Он сидит однозначно просто время. Я не знаю, может на завтра. Ну давай, на сегодня после службы. Вот сейчас сколько часов-то? Два часа? Ну, три часа добавь и заходи, приговори с ним. Три часа добавь. Ну, как получится, как Бог даст. Ну да. Ты когда, Виктор Андреевич, едешь-то? Обратно? А Сережа купил мне билет на завтра, на завтра, на завтра, ну, завтра в четыре, да? в шесть часов. Ну, шесть часов по-местному, по-московски. Ну, все тогда, благодарю. Всем привет, всем поклон передавайте. Обязательно. Сергею поклон, Татьяне Ильиничне поклон. Спасибо. Спасибо.